Добрый день, уважаемые зрители, решил выйти, посмотреть на одну из основных достопримечательностей Варшавы, Королевский замок, и вам показать его. Солнечный день, интересная архитектура, я бы сказал, одна из единственных старых архитектур в Варшаве, возможно даже восстановленная, потому что во время войны большая часть Варшавы была уничтожена. Как я уже говорил в прошлых видео, это более-менее такое здание, каринное. Это интересно видеть рядом со стариной, современные технологии. Этот скутер можно через интернет нанять, ну снять, выпустить скутер электричный, он электричный, можно через интернет заплатить, нажать на вот эту вот, я так понял, кнопочку, он включится, и на нем можно покататься. Я такого рода технику вижу тут впервые. А до этого, конечно, машины и скутеры эти, самокаты, хули ноги. Видел? Тут их на каждом углу, этих самокатов, вон, три, еще четыре, пять, шесть, вон, разный фильм, болт и не только болт. Все что угодно. Ну и люди пользуются, я видел много людей ездят на этих самокатах, тикпык, ну и велосипеды, конечно. Согласитесь, куда здесь еще больше, чем самокатов. Удеряет хоть пуск. Нет. Давай. Давайте пойдем вверх. Даша, я помню, это вы Продолжение следует... И вот только говорю, вот, пожалуйста, по два человека даже едут, бросили три велосипеда женщины не прокажем, а собой. Какой-то собор. Варшавская пицца. Плата Замковой. Все вместе полнотное. Замковая площадь переводится на цель. Тракт Крюлевский. Бальвадер на ломято. Тракт это после видимости то, как он отправлялся по территорию. Ну, видимо, осматривать владение. Тракт Крюлевский. Я думаю, некоторые элементы стены, например, этой, сохранили свою полную аутентичность. Что, наверное, не скажешь по поводу замка. Надо почитать в Википедии. Возможно, с ним приключились какие-то во время войны. Интересное событие. По-моему, по-моему, здесь мы были. Можете посмотреть наше прошлое видео. Когда мы с Юлей тут кушали и святахой кушали. Су, зупу, пили хербату и танцевали в людьмом небе. Любимая Юлина песня польская. Туда, конечно, была ноябрь. Вторая декада. Холодно было. Не так, как сейчас. Вдалеке виден стадион. Ну, пока отвечивается. Извините. Это самокаты. Стена. Мнишки. Да. Там монашки по-польски. Мнишки. Неужели идут в пиццерию? Там открыто. Caleb. Белая блять. Дурна. 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 Вот так вот, вот это вновь открытый, итальянский Беллачао, 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 беллачао Рома, Рома, здесь выход, здесь выход, стрелочки на выход, здесь вход Рома любит нарушать правила Нет, конечно же не оштрафуют, а просто пожурят, пожурят Сегодня удивительно яркое солнце, не очень жарко, но ярко Конечно, королевский дворец, лавельский, гораздо масштабнее, скажем так Начнем с того, что здесь, конечно, король принимал участие, принимал важные, скажем так, политические решения Здесь он работал Ну и, видимо, этот замок строился в период уже достаточно глубокого упадка королевской власти в Польше Из истории вы должны знать, что в Польше король выборной был с определенного периода времени В основном шляхты преднеповарщане, магнаты, сейм Что, в принципе, в конечном итоге ослабление королевской власти при наличии таких сильных и жестких союзов Соседей, как Московское государство, Российская империя в дальнейшем, Пруссия, Германия, как правоприемник Прямо к тому, что Польшу в XVIII веке в три раза, ну, в конце XVIII окончательно разделили и поглотили соседние государства Хотя Автро-Венгерская империя тоже в общении Пруссия, Автро-Венгерская и Российская империя на три части разделили Польшу И она перестала на долгие годы быть независимым государством В составе этих трех мощных держав До 1918 года, когда пали империи Немецкая, Автро-Венгерская и Российская И до 1939 года, ну, дальше вы уже все знаете сами Пакт Риббентропа-Молотова Привел к тому, что Польша стала в составе ЦССР Популярная в Польше рестораторша Мадда Гестлер Ее один из центральных ресторанов Это большая корня Она видит еще, кстати, кухенную революцию Я смотрю, привет, ческей А каждый кред Разбогатею и серьезно скажу Как я люблю такие маленькие булочки старых европейских городов Я не знаю, ноябрь Я бы здесь играл и так и ходил тоже Народу было побольше, чтобы был праздник Национальный О, что-то понятно, концерт О, какое Красное место Бурштин Бурштин Пянетный Органная музыка, это, конечно, что-то Я присутствовал Несколько дней назад Ну, в прошлых выходных Я был на Мессе В базилике Святого Кшиза Недолго, но Послушал Мне нравится Как на Хрещатике Улица Воскресенья перекрыта для движения автомобилей Но У меня Хрещатик совсем не похоже Может, частично она прохорроризна Ну, Киев не такой Архитектурно насыщенный Интересно будет, посмотрите Юлин влог Ее прогулки по старому Киеву Мой самый любимый По Андреевскому вкуску Возле Андреевской церкви Возле Андреевской церкви Какой рыбачок, надо Роми предложить. Пахнет мороженым, вофрой и благовониями какими-то. Лавочки, ресторанчики, достопримечательности, кто-то решил проветрить свою комнату или квартиру, открыл окно, может быть даже еще спит, не очень шумно, поэтому можно предаться объятиям морфея. Рестораны только начинают открываться, лавки тоже, центральная площадь тоже, очень интересная, доматки разноцветные. Барлефик интересный, с этими теперь играющими купидончиками и аптеками. Учитывая, что купидончики и аптеки, наверное, очень популярны средства для стимулирования потенции. Возможно. Конечно же шутка. Стоит разбавить мой монотонный рассказ какими-нибудь скабрезными шутками. Почему нет? Поправьте меня в комментариях. Город просыпается, но не полностью. Такие рьяные путешественники и без хатьки, как я с Ромой. Конечно, встали пораньше. Все остальные здесь, видимо, или работа, либо туристы, естественно, либо велосипедисты. Музеем Варшавы. Музеем Варшавы. Кто любит водичку, можно покачать водичку. Поднесть. Пшетшимай. Поднести и пшетшимай. Интересно, насколько он старый. Старый. Прекрасное место. Обязательно вернусь сюда. Не один раз еще. С Ромой, конечно, сопровождающий. Хороший, молчаливый. Юля бы уже тут наснимала бы, наболтала бы, напрыгала бы. Позабегала бы во все бутики. Естественно, захотела посидеть в кафе. Ну, надеюсь, когда карантин закончится, мы это все осуществим. Ну, на этот раз пока-пока. До новых встреч. Пишите свои вопросы в комментариях. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...